У всех нас такое бывало. Вы раз за разом погибаете от рук игрового босса. Ну или от катастрофически мощного оружия босса. Например, какого-нибудь магического меча или огромной пушки. Или что за нафиг вообще здесь происходит? И вот вы наконец одерживаете над ним победу. И в очень редких случаях получаете упавшее с него оружие. Но только для того, чтобы потом узнать, что в ваших руках оно совершенно бесполезно. Всем привет, я Никитун и это шестерка оружий боссов, которые понерфили сразу после получения. Приятного просмотра. Многие любят или хотя бы раз заходили в Genshin Impact. Ну это там, где все красиво. Особенно крутые персонажи и их эпичная боевка. Ну а тем, кто любит игровые новинки, стоит приглядеться. Ведь на горизонте появилось нечто новое. Казалось бы, что может быть лучше Геншина? Только новая игра от их создателей. Hongkai Star Rail это новая мультиплатформенная игра. Ну а теперь в космическом, я бы сказал вселенском масштабе. Она охватывает тысячи лет истории, научную фантастику и милашных героев. Куда ж без них? Зачем смотреть блокбастеры? Вот тут вам насыпали всего и сразу. Собирайте команду героев и такие суету навести охота. И отправляетесь изучать все уголки вселенной за вкусным лутом, топовой снарягой и новыми приключениями. Используйте Астральный Экспресс, чтобы путешествовать между мирами. А посмотреть есть на что. Огромные космические станции, межзвездные корабли и опасные замерзшие планеты. Ну а главное, это настоящий экшен с лютейшими приемами. Тем, кто хотя бы раз играл в геншен и рассказывать не надо. Но здесь совершенно другие приемы и фишки. От орбитальных пушек до ледяных стен и полноценной армии. А знание всех приколов вам очень поможет для победы над сложными боссами и меняющимися противниками. Выбирайте любого из более чем 20 персонажей. Прокачивайте и устраивайте космические замесы. Кайф от происходящего вам обеспечен. Так что залетайте по ссылке в описании и откройте для себя приключения вселенского масштаба в Хонкай Стар Рейл. Топор Годфри Элден Ринг Один из последних боссов, с которыми вам приходится сразиться в великолепный Элден Ринг от From Software, это первый повелитель Элдена, Годрик... Годвин... А нет, Годфри. И я совершенно точно знаю, почему посреди битвы Годфри взорвал льва, которого носил на спине, а потом, покрытый львиной кровью, он объявил, что его теперь зовут Хуаралукс и начал использовать приемы из профессионального рестлинга. Но вам не скажу. Так вот, Годфри это один из боссов, находящихся ближе к концу игры. А потому вам могло показаться, что его оружие, топор Годфри, пригодилось бы человеку в вашей профессии, заключающейся в затыкивании разных существ острыми штуками. Топор Годфри можно получить, если победить Годфри, что будет непросто, а затем сдать воспоминания о Хуаралуксе в крепости круглого стола, после чего колоссальный топор станет вашим, и вы сможете посмотреть на его характеристики, и понять, что что-то пошло не так. Начнем с того, что это огромное оружие, которое требует аж 42 очка силы. Но в то же время его бонусный урон одинаково сильно зависит от силы и ловкости. Я не хочу слишком сильно вдаваться в подробности работы бонусного урона в Элден Ринг, но изначально оба бонуса от характеристик находятся на уровне Д, что очень неплохо. На применение навыка оружия уходит целая вечность, и он не очень-то и сильно впечатляет. Учитывая умопомрачительные требования к силе, то, насколько круто топор выглядит, и то, насколько близко к концу игры вы получаете его. Если вы сильно улучшите топор, бонус от силы перейдет на уровень С, что немножечко лучше. Но топор Годфри все равно будет менее эффективен, чем целая куча оружия, которое не имеет таких высоких требований к силе и не тратящее 45 минут на один замах. Я начинаю понимать, почему Годфри выбросил топор посреди схватки и переключился на захваты. И пусть не моя рука направит человечество обратно на верный путь, но это сделает. Помни об этом. Меча Дема. Ассасин Скрит Юнити. В ноябре 2014 года вышла Ассасин Скрит Юнити с очень подходящим названием. Ведь она объединила игроков по всему миру, когда те в ужасе осознали, насколько игра плохая. После того, как в Блэк Флэг вы побыли остроумным и удалым пиратом, то есть по сути испытали игровой эквивалент отпуска на Карибских островах, Юнити предложила вам примерить на себя роль самого скучного человека на Земле, Арно, который жил в стране с деспотичным правительством. Что теперь? Но не обошлось и без удачных решений. Игра выглядела великолепно, а также имела кооперативный режим для четырех игроков, позволявший выбрать цвет своего ассасина и бегать по округе, как какая-то банда телепузиков-убийц. В Юнити также впервые появился меч Эдема, нужный для тех случаев, когда яблока Эдема для сюжета не хватало. В Ассасин Скрит Юнити мечом обладал Франсуа Тома Жермен, глава французских тамплиеров. Он использовал его, чтобы стрелять вас громадными лазерными лучами. К сожалению, после схватки с ним вы плавно перейдете от «Что это, блин, было?» к «Что это, блин, за дела?» Да, после того, как вы убьете Франсуа, вы можете забрать меч себе. Как раз, когда игра кончилась и убивать им уже некого. Но еще хуже то, что меч сломался в финальной схватке и потерял все свои волшебные силы. Да, чисто технически это все еще самое сильное оружие в игре, если судить по характеристикам. Но без здоровенных лазерных атак он ни в какое сравнение не идет со своей прошлой версией по крутости. Нож Пирамида Голового Сайлент Хилл 2 Пирамида Головый и Сайлент Хилл 2 это один из самых пугающих и узнаваемых монстров из франшизы Сайлент Хилл по целому ряду причин. Одна из них заключается в том, что у него вместо головы пирамида. А так просто не бывает. Вторая причина заключается в том, что он вооружен здоровенным мечом, который на самом деле является половинкой ножниц и который игра зовет Великим Ножом. Это оружие способно убить вашего персонажа Джеймса Сандерленда всего за один удар. Представьте, на что он был бы способен с целыми ножницами. А потому любопытные любители Сайлент Хилл 2 могут обрадоваться, когда увидят оружие пирамиды Голового просто валяющимся на столе в одной из комнат лабиринта. Как если бы монстр оставил его там, чтобы сходить в туалет, а потом забыл забрать. К сожалению, Великий Нож не очень крут. Потому что пирамида Головы – это нечеловечески сильное физическое воплощение эмоций. А вы – чел, который выглядит так, как будто начинает задыхаться, просто встав со стула. Это серьезная проблема. Ведь Великий Нож настолько огромен, что даже пирамида Головы вынужден таскать его по полу во время передвижения. А ваша ситуация только хуже. Ваша скорость с этим оружием падает настолько, что вас мог бы обогнать проползающий мимо ленивец, если бы такую фривольность допустил мрачный мир игры, что вряд ли. Использование Великого Ножа в качестве оружия требует титанических усилий. Так что замах получается настолько медленным, что то, почему вы пытались попасть, успеет заскучать и уйти к тому моменту, когда оружие до него долетит. Название Великий Нож – это какая-то недобросовестная реклама. Он не великий и даже не нож. Я предлагаю название «Плохая половинка ножниц». Пистолет Джонни Сильверхэнда. Киберпанк 2077. Джонни Сильверхэнд чисто технически боссом в Сайберпанк 2077 не является. Но он очень крутой персонаж, которого в Найт Сити считают легендой. А играет его лучший человек в мире – Киану Ривз. Так что лично мне кажется полным отстоем то, насколько хуже становится его пистолет, когда он попадает в ваши загребущие расстреливающие корпов ручонки. В процессе прохождения Киберпанк 2077 у вас будет несколько возможностей поиграть за Джонни Сильверхэнда и прожить его воспоминания. Где нас ждет не только множество сцен, где Джонни ведет себя как какой-то мрачный козел. Интересное решение в CD Projekt Red. Но и возможность увидеть его в бою. И в бою он настоящий зверь, ведь его оружие – это пистолет Malorian Arms 3516. Это до безумия мощное оружие, которое наносит массу урона, убивает врагов сквозь стены, поджигает их вместо удара прикладом, а после заряженной атаки вообще разносит их на атомы. Это буквально самое крутое и мощное оружие, которое вы увидите в игре на момент его появления. И задание, в котором вы не особо напрягаясь разнесете целое здание, полное охранников Арасаки, запомнится вам крутыми приемами, взорванными головами и возможностью оторваться по полной. Однако, если вы захотите испытать подобное игра из-за главного героя V, вас будет ждать разочарование. Потому что, хотя оружие Джонни и можно отыскать в игре, оно не очень классное. Пистолет можно найти в задании по следам прошлого, где он выпадает из рук Грейсона, лидера группы гангстеров. Это кажется не твоё. И тогда как пистолет выглядит точно как воспоминание, и всё ещё умеет стрелять сквозь стены и поджигать людей, у него совершенно отстойный урон по сравнению с арсеналом легендарного оружия, который обычно имеется у игрока на момент получения пистолета. Критический урон у него тоже так себе. Так что вам придётся вложиться в массу улучшений и модов. Если вы хотите хотя бы поцарапать врагов, которые будут вам встречаться ближе к концу игры. Как же это объяснить? Может раз мы переживаем прошлое от лица Джонни, его показывают нам таким, каким он его запомнил? Ведь он думает, что раньше был нереально крут. А может дело в том, что Джонни использует пистолет в воспоминаниях за 50 лет до событий основной игры? За это время технологии производства оружия и брони стали заметно лучше. Я не знаю. Но я знаю, что если вы хотите заполучить по-настоящему стоящий артефакт Джонни Сильверхэнда, возьмите его штаны. Они всегда остаются в моде. Головной лазер штурматрона Fallout 4. Как же много есть способов умереть в пустошах Содружества Fallout 4. Можно нарваться на когтей смерти. На супер-мутантов. А можно застрять в смертоносном лабиринте в парке развлечений, построенном в честь безалкогольного напитка. В общем, опасное это местечко. И одна из постоянно грозящих вам опасностей это штурматроны. Смертоносные андроиды, которые могут разорвать вас на куски на ближней дистанции благодаря ужасающим когтям. И поджарить на средней благодаря мощным лазерам. Учитывая, что вам, единственному выжившему из убежища 111, из лазерного оружия доступна лишь всякая мелочь по типу дреново-лазерного мушкета, вы, возможно, мечтали об огневой мощи, доступной штурматрону. Но будьте осторожны со своими желаниями, потому что оружие, подходящее для роботов, может не совсем подходить вам. Вот это головной лазер штурматрона. Лазерное оружие, добавленное в дополнение автоматрон. По сути, это голова штурматрона, превращенная в лазерный пистолет. Она наносит неплохое количество урона, но перед выстрелом ее нужно заряжать. Причем аж до пяти раз, если вы хотите использовать голову на полную катушку. Но вот большая проблема данного оружия заключается в том, что его, похоже, питает опасный нестабильный ядерный реактор, из которого постоянно утекает радиация. Потому что каждый раз, когда вы будете стрелять, вы будете получать 50 единиц радиационного урона. Ведь это единственное оружие в игре, которое одновременно наносит урон как по цели, так и по стрелку. Блин, штурматрон, что я тебе сделал? А, ну да, оторвал голову и начал использовать ее как лазерное оружие. Клинки танцовщицы Dark Souls 3 Один из самых впечатляющих и могучих боссов из Dark Souls 3 это танцовщица Холодной долины. Это не похоже ни на какие известные мне танцы. Так, разве что под конец свадьбы начинаю танцевать. Но вот с чем не поспорить, так это с тем, как круто выглядят клинки танцовщицы. Это изогнутые мечи, один из которых наносит урон огнем, а другой тьмой. А еще они примерно вдвое длиннее, чем ваш персонаж был. Если вы сумеете победить танцовщицу, вам достанется ее душа, которую затем можно превратить в зачарованные мечи танцовщицы. Да, это парные мечи, которые наносят урон тьмой и огнем. Но в ваших руках они впечатляют заметно меньше. И смотрятся как поддельные игрушечные световые мечи. Что было бы не страшно, если бы они не были таким отстойным оружием. Эти мечи медленны, слабы и имеют не очень хорошие бонусы к урону по сравнению с другим оружием. А из-за того, что сопротивление разным видом урона у врагов суммируется, против некоторых врагов они могут быть на целых 60% менее эффективны, чем против других. И это даже не учитывая, насколько я с ними неэффективен. В итоге мы получаем оружие, с которым вы даже относительно слабых врагов будете убивать целую вечность. Я не представляю ситуацию, в которой игрок предпочел бы эти мечи буквально сотням видов более эффективного оружия, встречающимся в игре. Но вообще мечи светятся оранжевым и фиолетовым. Так что они могут пригодиться, если вы одновременно фанат Dark Souls и баскетбольной команды Phoenix Suns. Хей, ребята, ловили ли вы какие-то упавшие из боссов пушки? Обязательно делитесь историями о самых беспощадных нерфах среди оружия босса в комментариях под роликом, чтобы сделать еще третью часть этого видео. Конечно же, не забывайте про пальцы вверх, подписку на канал, телеграм и все в этом духе. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами был Никитун и до скорых встреч в новых видео!